Этот дом не заметить невозможно, а тем не менее три года он простоял как призрак. Разрешение на строительство такого 20-этажного трелесника общей площадью 148 тысяч квадратных метров было выдано мэрии в декабре 2012. Уже через два года дольщики по плану должны были въехать в свои квартиры, но не случилось. Стройка застыла. Причин много. Одна из них введена в период подготовки к Олимпиаде мораторий. Учитывая все сложности, администрация неоднократно продлевала застройщику сроки возведения жилого комплекса Москва. Согласно проекту, в доме находятся 627 квартир и 28 объектов недвижимости коммерческого назначения. Все помещения проданы, а значит деньги на завершение строительства есть, но результата нет. Опасаясь так и остаться без денег и квартир, участники долевого строительства обратились к главе города. Два месяца назад Анатолий Пахомов инициировал встречу в мэрии застройщиком, где были обговорены итоги затянувшегося строительства. После этого совещания с дольщиками, собрания с дольщиками, департамент строительства взял на еженедельный контроль ход выполнения работ. На объекте совместно с застройщиком проводится, в присутствии инициативной группы проводятся планерки, на которых разработан план, сетевой план, график выполнения работ. И каждую неделю анализируется их ход выполнения, проблемы возникающих год выполнения и фактически оставшиеся работы. Накануне на стройплощадку, чтобы проверить, исполняет ли свои обязательства застройщик, приехала и глава города. Мэр пообщался с дольщиками и задал вопросы строителям. Благоустройство территории – один из разделов проекта, на основании которого выдавалось разрешение. Здесь предусмотрена парковка и детская площадка. Но пока важно откорректировать сам проект дома и в срок выполнить дорожную карту. Несколько есть отклонений от проекта, и этот проект можно откорректировать и сделать экспертизу. Но, к сожалению, мы не видим со стороны застройщика вот такой же активной деятельности. Поэтому сроки он может не выполнить, которые сделал по дорожной карте. Он должен понимать, и жители должны понимать, что у власти тоже есть определенный кредит доверия. Чтобы застройщик не зашел в тупик, ему необходимо выполнить все обязательства, данные мэрии и дольщикам. Он уже откорректировал проект. Произведена замена высоты каждого этажа. 21-й технический этаж стал жилым. Сейчас проходит процедура согласования этих отклонений. Наряду с бумажной волокитой работа кипит и на площадке. Строители трудятся над устройством водопровода, проводят внутренние электрические и сантехнические сети. Ливневая и с фосфикальной канализацией уже проложены. Пока добраться до своих квартир, дольщики могут только по лестнице. Лифта еще нет. Но главное, говорят будущие жильцы, дело сдвинулось с мертвой точки. Мы благодарны администрации, что они вмешались и взяли на контроль нашу стройку. И будем надеяться, что с их помощью строительство дома будет доведено до конца в этом году. В интересах дольщиков мэрия ведет работу с коммунальными службами по оперативному заключению и выдаче тех условий. Так что никаких препятствий, чтобы сдать дом в срок до конца декабря у застройщика нет.